Говорящий мультиметр Вы сами знаете, что это такое устройство, которое измеряет ток, напряжение, сопротивление, емкость, температуру Ну, в общем, всякие разные параметры частоту Иногда бывают мультиметры с измерениями индуктивности Вот измерение усиления транзисторов здесь вот есть Сюда вот термопара включается для измерения емкости, вернее, температуры А здесь вот слот для подключения измерения конденсатора в емкости Для того, чтобы удобнее было пользоваться мультиметром Тут же вот переключатель такой на много положений Компания разработала специальную брайлевскую накладку, которая устанавливается прямо вверх на панель И вокруг разметочка получается уже рельефная И написаны пределы измерений, чтобы можно было легко ориентироваться Для того, чтобы эта вот накладка никуда не делась, не съехала Когда мы вставляем щупы, она у нас фиксируется и никуда не денется Значит, подключаем соответствующие разъемы щупы и фиксируем тем самым накладку Мультиметр общается с нами на двух языках Это можно при заказе говорить В данном случае у нас демонстрационная такая модель, которую можно на ходу переключить с русского на английский И, в общем-то, измерения озвучиваются все голосом То, что написано на дисплее, можно озвучить Для того, чтобы это делать, на щупе есть специальная кнопка То есть специальные вот здесь щупы На нем кнопочка И когда мы нажмем на кнопку, он нам прочитает то, что написано Проговорит то, что написано на дисплее Значит, аккумулятор в этом устройстве Вот разъем для зарядки Обычно эти мультиметры на батарейках Но здесь компания установила вместо батареек аккумулятор И этот аккумулятор можно подзаряжать с помощью специального провода, который есть в комплекте От обычной зарядки для телефона Или для зарядки других устройств, которые имеют USB-коннектор Ну, давайте посмотрим, как это работает Ну, комплектность, пределы измерений Это все можно будет посмотреть в документации, которая будет выложена на сайте tiflo.pro А сейчас я на каком-нибудь элементарно простом примере покажу, как это приблизительно работает Значит, включаем мы мультиметр Он нам сейчас проговорил некоторое значение при старте, которое там на дисплее промелькнуло И, значит, первый из режимов это звуковая прозвонка Очень полезная вещь Я сейчас снял с крокодилов силиконовые накладки Защищающие, для того, чтобы измерения можно было производить И не бояться там поражения током Если вы будете мерить там в розетке электричества Или где-нибудь в каких-то цепях, где большое напряжение То крокодилы, которые устанавливаются на щупы На резьбе наворачиваются Вот, они защищаются силиконовыми такими чехлами И через них можно нажимать и раскрывать крокодильчик Прямо через эту силиконовую штучку Но сейчас мы будем мерить что-нибудь попроще Поэтому я их снял для наглядности, чтобы было понятно Значит, диодная прозвонка Это, в общем, вещь, которую можно прозванивать в цепи То есть, если наличие контакта или отсутствие контакта в цепи И это сопровождается звуковым сигналом Ноль Можно это озвучить Вот я соединил, нажимаю на кнопку Он говорит ноль То есть, в цепи вообще короткое замыкание Никакого количества омов там нету Поэтому вот он и произносит ноль Ну, давайте что-нибудь еще измерим Ну, допустим, вот у меня здесь есть какие-то резисторы Можно будет попытаться определить, что же это за резистор Подключаем его крокодильчиками к прибору Вот И переводим прибор в измерение сопротивления Ну, допустим, что мы не знаем, выбираем любой предел Ошибка Ошибка Значит, резистор под этот предел измерения не подходит Второй предел Ошибка Не подходит Третий предел Девять Точка Девяносто Восемь Ну, вот девять и девяносто восемь сотых килоома То есть, этот резистор на десять килоом Девять Точка Девяносто Шесть Снимаем щупы Возьмем какой-нибудь другой резистор Или давайте параллельно включим два Мы знаем, что при измерении При включении параллельно двух резисторов У него сопротивление должно быть другое Оно должно быть меньше Четыре точка восемьдесят девять Вот Четыре восемьдесят девять сотых килоома То есть, все нормально, все по формуле, как положено Вот Другой резистор Меряем И Попытаемся определить Пять Точка Ноль Три Вот, пять, ноль, три Ну, зная сетку Номиналов резисторов Мы можем сразу понять, что это Пять и одна килоома резистор Вот Если мы видели, то, наверное, могли бы прочитать Надпись на самом резисторе Его Номинал Ну, в общем, вот так вот Можно измерять все Напряжение Сопротивление То есть, очень удобно то, что Динамик расположен Непосредственно в самом приборе Никаких устройств Дополнительных Для того, чтобы это работало Не требуется Динамик просто Расположен в нижней части корпуса Вот здесь вот есть решеточка Есть подставочка, как обычно, у мультиметров Если ее открыть То можно поставить этот мультиметр Под углом Для наглядности Так, красивше Вот Ну, в общем Нормальный, такой, хороший Функциональный прибор Сам мультиметр, конечно Он Не самого высокого класса Но и такие приборы Они тоже нужны Потому что, во-первых Не все занимаются Серьезными какими-то Измерительными вещами В электронике В радиотехнике И такой прибор Он тоже, в общем-то Заслуживает Право на жизнь И Можно им удобно Пользоваться Вся информация О том Как приобрести прибор Где приобрести прибор Контактная информация Вся будет расположена На сайте Тифло.про Вместе с инструкцией По эксплуатации Руководства пользователя Руководство пользователя Написано с учетом Специфики То есть Для людей с проблемами Зрения И там Всю информацию Из этого руководства По пользованию По пределам измерения По надписям На накладке По Комплектности Все можно будет Прочитать Ну вот, собственно На сегодня все Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова